здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кирмяшкина а я обликую хотела по выпендриваться в очках которые по цвет под футболку подходит но будем без выпендрежи потому что включен везде свет как раньше хорошо в 6 утра можно было снимать и так все было здорово сейчас вроде еще обед а уже как-то темновато ну что посидим поговорим повяжем я вам покажу кое-что из готовенького и этим самым готовеньким мы закроем сентябрь откроем октябрь да у меня же готова работа октября есть ну а сентября я вам кое-что задолжала долги надо отдавать значится значится мой джемп ну в смысле не мой джемпер джемпер то одной очаровательной девушки готов в итогах сентября я вам показывала его и не был довязан один единственный рукавочек так ребята если я буду мелькать так сейчас будет лирическое отступление кто хочет только вязание это не ко мне я просто у нас сейчас затопили с длинным рукавом одеваться как-то не очень хочется и если я буду руками махать и вы будете так слабонервным прошу удалиться видеть вот такие картины вы пожалуйста и на другой руке тоже не переживайте давайте я вам сейчас немножко расскажу этот вопрос пришел видите сегодня с вопросов начнем значит татьяна когда вы вопрос я не знала что к радио тани плакали от счастья расскажите когда вы плакали о счастье каких-то сюжетах я пишу когда сын родился это же вопрос для радио тани был ну хорошо я там зачитаю ваш вопрос и скажу что значит когда сын родился и тогда я плакал от счастья но но этим нашим диалогом в комментариях и значит данным видео прошло несколько дней тани тут решила на погода стоит неплохая я не знаю надо ли ждать и еще так сказать лучше погоды что окна мыть а так как не окна быть на два дома возраст свое берет и я решила значит буду с подовольчики одно окно в день я могла раньше храпнуть все окна в день и довольно без ног к вечеру остаться и вот я так у меня все есть один денёчек я значит в зале помыла один денёчек я там у мамы помыла один денёчек у себя вру себя еще ни одного не было и дошла очередь до помыть окном на лоджии в балкон очередной а там папочка господь царство небесное сколотил два ящика прям один ящик в одном значит в конце балкона и другой стороне балкона другой ящики фундаментально чтобы каждый раз не таскать табуреточки прям такой знаете где-то 70 на 70 ящик ну как вот он мне буквально колотил ящички они мелькали иногда в моих роликах для пряжи это носки складывал че только не складывал папины ящики легендарные у меня до сих пор есть два и такие же вот он ящики сидений сколотил причем верха открывается не рассказывал мы там значит картошку типа храним я никогда не открывала эти ящики зато на ящики я им принесу плед вязаный до новенький очередной новенький плед они старенький никуда ничего и там вот на одном был плед покупной и мой и на другом значит напротив этом ящики они такие я вообще не поднимать они фундаментальные садик уже нельзя переносить тоже плед два моих один старенький один новенький и вот они выходят один плед берут садятся на ноженьки мои два старика так дело было меня встречает я иду на балконе две кукушечки машу папка сразу встает идет значит мне открывать мамочек чуть попозже когда я же там разденусь дела передел мамочка выпустил с балкона дай бог ну ноженьки больны к чему это рассказываю надо быть немножко внимательнее сбоку я эти ящики вижу не тесные какие доски не знаю папку то он чек старые закалки все кто выкинет там чего-то он идет все швырят что-то набирать зачем оно тебе нужно надо сарай прячет всем раздает вот из этого значит он тоже чуть-чуть сколотил ну вот сейчас многие узнают своих пап дедушек вот таких современ я не знаю про молодежь современную вот и может сейчас лучше купить что-то новое потом даже забыть что купить вот такие вот они наши папки надо все в окна кто-нибудь выбросит он все железочки отвинтит они на кой ему в ящик сложить ящик сложить будет всем предлагать не нужны вот эти иногда вот кто-то на дачу кто-то куда-то все у него было устроено какая долгая предыстория меня то хочет только повязание наверное сильно ну у нас радио таня у нас не только провязание так вот значит я все помыла и там осталось чуть-чуть сантиметра двадцать и чтобы не таскать эту табуретку откуда-то значит все дом станки на ящик и домой а то что поверхностью этих ящиков полированы из каких-то там тоже на полированные столы кто-то выкин выбросил или один стол столешница разрезанная я же знать не знал никогда все прикрыт пледиками брали только верхний пледик я говорю на нижний садились я так а я же мне все быстро я же все быстро быстро мне же вязать готовите вот быстро тетка туши яки не 16 уж это значит я с ногами встаю на плед и по я не потом тут нашли полированная поверхность а я не поняла почему я нога поехала и я ничего не успела понять только я уже на спине дым девочки мальчики лежу и думаю рука одна вертится что-то болит 2 вертится нога работает в общем сколько у меня синяков сосчитать практически невозможно да и надо ли давайте не будем вот в общем красавица к вопросу когда вы плакали от счастья вот в тот день я плакал от счастья причем этот был смех истерический это был истерический смех на что я представляю чем это могло закончиться между ящиком было такое расстояние где вот я во весь рост но не помещаюсь если так вот скажем в нормальных просто условиях эксперимент проводим ляг пожалуйста там ногами к одному ящику головой к другому и это у меня и ноги будут как сказать за один ящик и голова за другой как я могла в этом пространстве сгруппироваться поместиться я не знаю как я ничего не сломала я не знаю в общем-то эти синяки это лучшее что могло быть вот в этой ситуации как я выкрутилась это лучшее я же все понимаю даже если было господи слава богу что ничего не было даже был перелом это было бы опять лучшее что могло случиться в этой ситуации худший что я долбанул головой а ящик который напротив такой фундаментальный стоит я говорю и прямо вот такие вот из грубой древесины все это я потихоньку потихоньку таки попробую встать а дома только мама а понимаете человек с деменцией и я когда посмотрела за здесь еще ничего не только болит и болит это сейчас он такой красивый черный вот здесь я уже до чего-то там было видно сейчас кстати ничего второй день пошел третий вот и и что-то там поболит но главное все крутится все вертится ничего не переломано и осознав все это заговор как я тут могла как вот такое расстояние вот такая таня теперь внимание глупая таня домыла свое окно ну что там оставалось там только твой я палкой то я насырить насырила такой большой но мочить домочила вот а у нас вот его я вытерла и залезла я вытерла еще раз покрутила думаю вот теперь я могу себе основательно посмотреть а то если я посмотрю чем-то найду окно не дамык понимаете джи катастрофа вот прощупала протрогала и вот тут у меня начался и истерический смех радость на какая-то выходила что я так все даже вам танчика ты там чего не да ничего вам ничего все мамчик хорошо беру тазик пошла вылила с окнами я пока на какое-то время на руку нажимать нельзя на бали значит завязала чуть-чуть ну вот вы спрашивали когда я плакала от счастья пожалуйста мой ответ уже и слегка другой когда вы это расскажите когда плакали отчасти вот оно пожалуйста это конечно страшно представить что могло быть и сколько я там провалялась пока меня в 6 30 утра не сменил бы мой брат на следующие сутки но очень смех смехом и такая опять переоценка ценности происходит вот я и так тоже поняла что надо жить и радоваться предлагаемых обстоятельствах на максимум давно это поняла но такие ситуации они еще как-то все 10 минут ваше время я забрала простите видите я на вопросы уже ответила сегодняшнего дня и так возвращаюсь к джемперу недовязан был чуть-чуть рукавочек я вам сказала пообещала спасибо что все ссылку на видео про работы сентября я оставлю и там значит недовязан один рукав не полностью резиночка спасибо всем кто сказал конечно танюха зачет зачет вот я просто почему сейчас говорю про руку буду поднимать мелькать а вы скажете боже это что там у нее мужем битая да почти что так значит а 30 числа я закончила вязать свитерочек джемперочек постирала его разложила и поняла что не обманула вас прям как есть если я первый закончил я так рассказал девчат закончили ребят мне ребят смотрят мужья моих подписчиков пишут смотрим вас вместе с мужем как мне приятно огромный огромный привет каждому супругу имен не знаю меня смотрит муж моего мастера светочка виталий привет вам огромный доченька настенька сейчас всех придут как оскар получаю меня смотрит мой двоюродный брат колечка привет меня смотрит мой друг сережка сережка привет какой из мальчишек забыла очень всем мальчишкам привет и так девчонки мальчишки вот он джемпер надо его таком то высох вроде высох я его разложила все хотелось меня я даже сняла ролик где он лежит сохнет но ночь полночь поэтому я не знаю посмотрю сейчас там что посмотреть есть на что вставлю и так ссылку на начало этого джемпера начало процесса этого джемпера я обязательно оставлю она есть дальше дальше мы просто вяжем ту длину которая нам нужна у меня это 50 то три то 55 сантиметров вы знаете как вот я не стараюсь мерить у меня почему-то что в шире что в длину всегда получаются какие-то разные данные значит 55 будем считать когда я намочила постирала во влажном виде вообще был 58 сейчас опять чик чик 55 сантиметров это длина рукав от подреза все говорят 40 сантиметров вяжите нет 40 сантиметров меня где-то вот здесь заканчиваются я специально чуть больше во первых не не было возможности примерить а вот такой хитренький рукав можно во первых загнуть да и носить по-человечески если вдруг любит как я три четверть и так далее вот а можно не загибать а просто вот эту часть как-то когда все это уже будет на ручке да просто чтобы она наплывала на это уж как-то смотрится то прям она естественно растянется как вязался рукав через восемь рядов на 9 я делала у бабочки после треугольника подреза я даже отдельный ролик снимать не буду но здесь нечего снимать вот он треугольник подреза и потом пошло восемь рядов на 9 делала убавки мне написали что более стильно если такую резинку запланировала вообще не убавлять девочки мы же рулевые своего до обоза и кому хочется вообще не убавлять можно совсем не убавлять это дело хозяйское то здесь было бы чуть побольше и наверное тогда нужно было вот в убавке уходить в рукав каждый каждые петли по 2 вместе а может быть даже 2 вместе 3 вместе 2 2 2 вместе 3 вместе я же не рассчитывал у меня вот здесь я вышла петелечка в петельку 2 вместе петелечка в петельку 2 вместе вот моя резинка 2 на 2 она здесь таким образом происходит можно пер 2 лицевые 2 вместе 2 лицевые 2 вместе потом изнаночная изнаночная 1 к 1 но я делал по-другому я что лицевые 2 что изнаночные 2 лицевые вместе 1 лицевая петля в петлю 2 изнаночные вместе 1 изнаночная петелька в петельку вот так и нормально получилось но я правда на руке не видела ничего не видела даже не знаю отсылать или дождаться когда приедут посмотрим вот росточек у меня здесь сантиметров 6 наверное так переходя в резинку внизу я знаю что здесь будет свободненько я не вот потали еще почему-то я чуть-чуть петель 10 12 с этой стороны петель 10 12 с этой стороны у вайл потому что говорю будут джип джинсы там куда-то чего-то простой джемперочек прям простейший он мне очень самой нравится связан из пряжи я не буду обещать фотографии будут не будут будут я обязательно покажу когда готовы альпака silk это альпака с шелком и в том ролике о начале процесса и сейчас я могу только повторить цвет шикарный цвет шикарный однако колется колковатый мне даже мне слонику очень я люблю все эти колкости переношу спокойненько вообще все что связано шерстью с полушерстью я все это с огромным удовольствием переношу так вот после стирки стал он колоться меньше кто мне говорил что нужно значит во время стирки во влажном виде в морозильник засунуть внимание я никогда этим не занималась но в этот раз я значит постирала прополоскала стекло все это водичка стекла и я красиво сложив без мешка кстати не знаю надо было мешки немножко шинь не могу подробности то все спрашивать морозилку сумму засовываю морозилку когда после рассмеялись вот это часть я не даря часть вот у меня тоже душа смех ну что ты делаешь а вдруг но не просто так вы понимаете хотя никакой связи не вижу может они как-то там ну я не знаю ворсинки прям полно полно ворсинки ворса все такое альпака вот на на фоне наверное темненько вот этого прогал все это будет видеть видно вот в общем я не знаю морозилку я сумму высунула отморозил все прополоскала еще раз потом в линорчики и разложила вот вроде как меньше колет но он колки он колки не знаю но я показывала перед тем как вязать сказали что все устраивает нет не буду больше на вешалку служим и о расходе для того чтобы этот джемпер связать но он такой свободники на сорок шесть сорок восемь размер если в обтяг может даже пятидесятый может и его в общем знаете как красиво худенькая девочка я дала свой джемпер вот тут вот поменьше вот тут вот поменьше а я понимаю что если я вижу на глазок на все получается если я вижу там начать каким-то меркам у меня не получается ничего это уже проверено это уже такой способ танин и мы все договариваемся нравится носишь не нравится подруги окружение родственницы в общем кому угодно 7 моточков надо было брать этой пряжи магазин мой вовин предоставил мне на обзор эту пряжу состав конечно шикарный просто шикарный 60 альпака 40 шелк 60 к 40 вот но колючка 50 грамм 150 метров и от 7 мотков вот три у меня прям осталось ровно нетронутых от 7 мотков у меня осталась вот такая красота это вообще от тела осталось это от рукава одного прям капельку на рукав у меня ушел моток а на второй рукав вот первый раз мне такой закон подлости сработал когда не хватило на закрытие представляете совершенно новые мотки рукава берусь от новых мотков и вот от одного мотка осталось вот столько я сначала подумал что я образец связала из того где не хватило нет образец у меня прилеплен к тому мотку который действительно был ясно то ли плотность изменилась то ли что но вот второй рукав у меня чуть-чуть я прям подхожу к закрытию ну вот так закон подлости 7 мотков осталось я не знаю что касается вот например носочных изделий да это пряжа конечно дороговато для носочных изделий но зато носки бы получились королевские я спрошу если шарфик не нужен такой вот как бы в гарнитур я бы сама не хотел так уж больно колючий я наверное пущу на носки связала спицами слепая сейчас я не увижу но в том ролике где я говорю расчете петель я точно называла номер спиц о их парочки 325 девочки мальчики и мальчики 325 до 325 кубики то бишь тройка нормальные вязала слабенькая потому что альпаку шок не будет давать ей с нет альпаку хочешь не хочешь будет немножечко как бы сбиваться вот одна готовая работа это все в сентябрь в сентябрь что касается октября у меня тоже есть готовая работа а как же а как же цельных 2 2 носок левый носок правый значит насочный бум насочную к уролесию эту каруселью катавасию как угодно назови меня в общем то позвал закрутил втянул вот сейчас все по-русски в носочную карусель меня втянул магазин если боюсь руку поднять пак вул когда значит поступило предложение выбрать посылку с пряжей я естественно не могла обойтись без пряжи носочной ализе супервош обожаю я ее она экономная она замечательная именно эти носки мужская пара вот осталось сколько здесь если бы я вязала чуть пагринах поменьше то можно спокойно две пары женских таких да где то ля 36 37 связать бывал чей такое но я все-таки такие мужские носочки связала большенькие и женские вот таким так бы выглядели а у меня прям вот в общем вот тут мой палец и плюс еще мне нужны мужские сейчас носки резиночка 2 на 1 любовь моя пятка укрепленная это ты мне зрительно учил укрепленная пяточка это есть ролик как мы вяжем укрепленную пятку мне писали что когда вот как я мы вязали с вами да вот эти дорожки это типа мужской вариант а если чередовать как я вам говорил в ролике соседка бабушка учила ты маш чередуй снимаем провязываем рисуночек он будет такой как надо про я его объяснить не могу будет другим типа тот считается женским девчонки твитте а я знать не знала я пробовать пробовала женским таким так сказать вариантом но мне не с руки мне с руки вот такой вариант хотя это точно конечно же классно вот пяточка и обожаемые мной просто обожаемые мной зарубочки чтобы не считать петли и я уже знаю что вот так идут восемь зарубочек но на этих нас как на каких-то восемь петель чек средних вижу изнаночной изнаночные петлями между ними восемь рядов то есть восемь рядов лицами 9 10 зарубочками и вот этот носок я один связала и постирала чуть раньше а второй связала постирала вчера и вот это очень важеновато сейчас батареи топит в общем мы сейчас высушим вот она встречайте первая работа октября очень пози август не сказала у меня сейчас полный перепут в голове джут если я весь джут истратила на завязывание своих баночек консервации обязательно куплю и я люблю парочку с парой но вы помните я люблю вот здесь вот бантик джутовый обожаю этот бантик джутовый именно эти носки я вязала спицами нашла и все таки вот вы меня дисциплинируете я у меня в одной стороне этикетки в другой спицы три с половиной кубическими обожаю их магазине yarn house три с половиной получается 325 мне все таки хочется ой кубики они такие красивые они такие красивые просто мне это хочется все таким два с половиной или 275 но у меня куда-то разлетелись все спицы они потихоньку стали возвращаться и надеюсь еще вернуться желание научить связать носки у многих проснулся моих знакомых я бы какие-то тут приходит со спицами тут приходит просто вот научи и все пряжа у меня есть я спокойненько а вот спиц уже маловато и вот 2 2 пару меня было двух с половиночных одни старинные старинные их я все-таки добьюсь а вот одни новенькие тоже кубические эти вернут вернут не вернут как и как угодно после на здоровье и я взяла сегодня себе в нашем ближайшем магазине вот эти гамотские спицы кстати очень крепкие они такие надежные у меня такая троечка была тоже ушла я надеюсь вернут не вернут как получится и я хочу тепереча уже связать не соединяя супервош вот это вот пряжа бобинная лен хлопок и вискоза просто показалось мне что эти спицы супервош хотя там я не помню сейчас этикетки нет мы попадаем со своей три с половиной в рекомендованные спицы но если было плечевое изделие я бы оставила носочки все-таки хочется поплотнее и как только я вот эту вот маленькую волосяшную пряжу так сказать при присоединила сразу делал пошло как-то лучше по ощущениям руки же показывают руки так или не так вот и я конечно буду еще и супервошечки вязать без присоединения носочки теперь наверно пойдут простые пока не чумачечи потому что вот мне нужно людям которые любят простые носки в общем-то хотя чумачечи никто не отменял кроме того кроме того не взяла сейчас приду так значит мне очень хочется вот этими двух с половинками то связать носочки из пряжи новые то для никогда не запомню газал хэппи фит ну что то так ты себя танка наговариваешь доказал хэппи фит моя поэтичная пряжа девочки по прежнему ко мне поступают и поступают комментарии опять же 99 к одному на 99 процентов что пряжа ну вот сказать что хорошее ничего не сказать и комментарии которые я кстати не убираю можно в инстаграм читать и на youtube что изделия со временем из этой пряжи носочки носочки да одна женщина писала что в тоненькую тоненькую тряпочку год превратились ладно там все есть вроде истираемое нет ничего вечного но якобы греть перестали и так далее так далее доченьки вязали надо девчонки самим ничего не могу сказать то что красавица то что вяжется здорово это факт в носке пока сказать не могу и так как я тоже вязала спицами мне казалось что я вижу тройкой минус 0 25 типа 275 а потом когда упаковку нашла они не теряются они вон на просто очень хорошо в ящике сейчас немножечко с порядком в пряже чтобы лишнего еще чего-то не носить я беру просто спицы в клубок втыкаю и иду к маме там вижу а вот эту этикеточку все оставляю путь теперь получается что мне нужно навести такой хороший порядок редко когда у меня бордела было но сейчас прямо бардашные у меня и вот я хочу 22 с половиной вот эти носочки попробовать кроме того кто новенький если пришел вот как смотрится носочки из этой пряжи хотя я и фотографии много делаю все кроме того как я задумала сразу заказывая пряжу вот эту и вот эту это же коричневый бежевый что он назывался я не знаю а это просто бежевый и ну картинки картинками я знала что вот здесь среди пряжицы вот можно найти этот бежевый цвет мне клубки то тоже могут позволить сделать выводы подходит ли не подходит но лучше лучше все таки когда у нас идет уже готовое изделие и вот на готовом изделии мне предположить как бы представить легче вот хочу такие значит связать носочки а пяточку например начало носка да мы сейчас с вами все предположим представим начало носка вот такое пяточку здесь мы сейчас представим это должно быть интересно надо это все делать или наоборот на этих носках что-то цветные вкрапления тоже здорово тоже хочется и как я уже говорила в махе в полосках махерчик ставить тоже хочется но теперь такая носочная пора нет нет от вдохновения вдохновение я буду к этому возвращаться естественно и надо какой-то завести как это сказать какой-то вон папин ящик вытащил в общем надо завести корзинку яшек саквояжек что-то очень волшебная может лукошечку я сперу кошечки вдруг сережку подогнал вот и надо как-то что-то складывать в общем так все рассказал все показала но конечно же за свои два у меня сейчас по большому счету пока я новые носки не начала сегодня не буду сказал таня начала новую пару у меня все-таки действительно ждут два моих изделия недовязанных про процесс как мы любим говорить уже давным-давно своего часа и мне перед ними даже где-то стыдновато вот наверное нужно будет заняться прям взять один процесс дома оставить один у мамы так он и есть видовый кардиган южная ночь а здесь красный джемпер вот хочешь не хочешь я немножко продвину и потому что я же даже забыла но в видовом кардиган там забывать нечего а в красном я забыл где тормознул сколько еще вязать как в общем опять примерки и опять потихонечку надо двигать я рада что у меня всего два процесса мне гармонично и уютно два три процесса третьими скорее всего будут выступать пока с горки не пойдут те какие-то носочки без них как без них никак когда такая красота вокруг но у меня лишь осталось вам еще показать работы мамочки я значит прихожу она мне дает салфеточку вы уже помните салфетки мама я не раз показывала вот такую я счет я крючке совершенно вязать не могу крючком но я понимаю что что-то у нас новенько в нашем дворе вот вот это чай эта часть мне знакомая а вот эта часть и согласитесь она новенькая ирма у тебя какой-то новый способ она говорит сижу горд вижу колупаю вот эту салфетку и тут по передаче показывают как вязать вот это вот лучи мы лучи это назвали у тебя как-то лучами как там по-другому назвали но мы же не помним как уже там назвали это было не при мне книги вы мои сутки я сутки брата садим с мамочкой и она говорит я внимательно присмотрелась а там так все показывает сначала женщина вот так вот я так понимаю лицом в кадр у мамы же не может это объяснить сначала женщина вот так вот а сказала что сейчас значит будет объяснять а потом она исчезла мама у меня очень хорошо объяснять вот итог руки ее только у нас от руки в кадре называть и она вяжет а я за ней какой же программ а я не знаю серёжа включил я не знаю серёжка спрашивает я понять не имею по какой программам вот ну как порой включим и маленько своими делами занимаемся я где пропылесошу изготовлю вот серёжку тоже по работе там печатает поэтому я думала одну забудет одну салфетку все нет нет значит прихожу на танчик вот это понравится возьмешь конечно же грамма мы сейчас все у нас это прошу сделаем не однотонную пряжку то она хорошо хорошо а как эти любыми только 1 тонн на зелорозовый цвет готов такой будешь да метод все вот однотонным вот я пока сгонял на рынок потом я что делал там я готовила мама перешла уже на белый цвет на зелененький я пришла я вижу на желтом можно будет распускать столько полос я же ничего не стал говорить вот не по на соглашается да да такой красивый когда какие-то зеленые прошу болотная на все горит некрасивые это на согласно было однотонную вязать вот видите какое-то время проходит она уже забыла что пообещала однотонную и я смотрю полоски уже пошла желтенькая прям ряд вот нравится я гра нравится мамочка очень и очень нравится а что что-то не нравится поэтому не светит мне однотонный салфеточек ну чё надо со учиться зато мне светит вот такая красота и опять видите видимо там я не знаю о чем агро ты что с центра не начнешь она как увидела а ягод не знаю вот ее застало это объяснение этой женщине даже не знаю что за программа что за женщин добрый здоровь когда мама начала ту салфетку и вот у нее пошло и видимо как-то сработало я знаю что я покажи как начать центра все это несложно даже я наверное если очень захотеть пойму но вот у мамы теперь свой новый метод начинать по старинке ее салфетками а потом переходить на метод который женщина в телевизоре показала я представляю примерно как-то натыкалась на какие-то знаете уроки с детьми как клеить аппликации еще что-то может что-то под я так и не поняла в какой передачи вам посмотрел но огромное спасибо той передачи вот у вам теперь новый способ я не знаю сколько он будет в ее голове держаться ну вот чисто исторически пожалуйста но вчера она уже опять пошла способом своим игром а этим она как смотрит и как бы вот как будто первый раз ведь ну вот ну не знаю это все очень конечно сложно но вот такая красота нам достается вот теперь точно все теперь точно все вопрос у меня было значит про когда плакали когда смеялись я ответила в начале но для любителей для любителей работ моего друга я его называю фотографом он фотограф-любитель я оставлю сейчас несколько фотографий когда я их получила я просто очумела я знаю что наши мордове так бычка то не видно да быть бычочек красавец бычочек красавец мы сейчас пойдем-ка 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 в кадр мы утепляемся мы утепляемся пожалуйста у красавцы значит а я сегодня прыгаю смысле на мысль когда я увидела эти фотографии мне просто сердце замерло вот этот пруд или озеро вообще какая-то знаете маленькой швейцария я вам сейчас буду вставлять фотографии просто знаю что многие также чувствуют природу или чувствуют людей которые чувствуют природы и очень нравится говорит если зайти на пруд с другой стороны то там вот можно вот увидеть такую лавочку с со столиком отдыхающие сами делают и что меня потрясло он говорит что отдыхающие там мусор не оставляют все культурненько вырыли специально яму для мусора убираю все за собой это это у нас-то это у нас-то это вообще похвально просто очень и значит там еще мне как 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 всегда любительница деревни вот такие вот проселочные дороги по проселочной дороге шел я пьяный так значит это я себя как вам мне нравится где дорожка не прямо идет а где дорожка серая ленту ее вьется вратам не серая неважно вот это вот такая фотография вот такой дорожкой я прям от нее балдю а вам нравится вот такие у нас пироги и фотографию когда я обычно же в инстаграм выставляю перво-наперво а потом выставляю уже позже и попозже на youtube а фотографию которую ютубовцы увидят первой а инстаграмцы попозже и маленько перевернем все они все перевернем и на вопросы вначале ответим это вот этот петушок с курочкой какая прелесть да фотография сделана уже поздно вечером я этого петуха никогда не видел я просто о нем очень много слышала его называют паразитом ну какой же он паразит посмотрите а тут же да ну прелесть а не петух в общем там будет оретка когда не надо и и вообще я в него влюблен с петуха в смысле просто хотя еще ни разу не видела а вот эта фотография вообще петушок и курточка ну поэзия ну скажите же скажите поэзия вот такой вот деревенской поэзии мы с вами с бычком с гаврюшей в ленту вам в ютубовскую сегодня дарим с разрешение автора фотографий вот он щедро делится со мной я щедро делюсь с вами и все у нас замечательно встречаем середину осени а там не за горами уже и зима а у зимы будут свои пейзажи спасибо за внимание мой добрый зритель и до новых встреч они обязательно будут спасибо спасибо